Чёрное море Чёрное море Чёрное море Чёрное море Чёрное море Чёрное море Хотя сам бренд под названием Баркас пришёл к нам из Севастополя, где два таких же ресторана уже имеют оглушительный успех. Чёрное море 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 Вторую палубу ведет лестница. А вот и он, вечный символ рыбного промысла. Лодочка довезла. Наверху просторный зал на 100 посадочных мест. И Лосманская, она же VIP-зал на 12 гостей. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу Баркас. Ему сказала, все вас знают, а я так вижу в первый раз. В случае необходимости верхняя палуба ресторана Баркас легко превращается в банкетный или форшетный зал, где матросы-официанты, имея отличную выучку, запросто справляются с сервисом. Нередко верхний зал арендуется под презентации и показы одежды. Меню каждого ресторана – это его своеобразный гражданский паспорт, где на первой странице написано главное – кто ты и откуда. А вот как ресторан Баркас обозначил свою кредо – мы храним нашу рыбу в море. Да, и вино наливается из бочек почти буквально. Дело в том, что ресторан Баркас – единственная столица, где продаются эксклюзивные крымские вина. Более того, тут же в ресторане открытый винный бутик. На вынос предлагается не только вино, но и хлеб собственной выпечки. ПВК, или первые вина Крыма – это хаус-бренд сети ресторанов Best Restaurants Systems. Из крымского винограда, каберне, савиньон, рислинг и мускат под Севастополем разливается вина в очень небольшом количестве. Эссе даже по полгода выдерживается в дубовых бочках. Особенно популярна эссе «Розе». А крымский винодел Олег Репин даже поставил на этикетке свою фамилию, что означает высшую степень доверия к покупателям. В ресторане Баркас эти вины имеют невероятный успех и органично сочетаются с такой же натуральной кухней. Так свежий лов черноморской рыбы выглядит и звучит одинаково заманчиво. Сыргал, барабулька, ставрида, луфарь и кефаль. А с бокалом молодого свежего вина это просто бласток. Александр Янковский рассказывает о том, что рапаны – это большие вредители, которые съедают черноморских устриц и медей. Зато в умелых руках повара они сами превращаются в свежие деликатесы. Карпаччо из рапана подается с микс салатом и заправляется пикантным соусом. В соте из моллюсков рапанов тоже немало. Все вместе протушено с помидорами и чесноком, оздобрено базиликом и розмарином. Черноморские мидии – это вообще отдельная история под названием «Бухта Ласпи» с прозрачной и чистой морской водой, где выращиваются вот эти мидии и раз в неделю доставляются в Киев. Их незачем замораживать, потому вкус этих моллюсков бесподобный. И уж если искать в Киеве место, куда поехать на мидии, то это однозначно баркас. Шеф-повар – большой мастер салатов. Вот, например, всем известный с козьим сыром подается с потайными мешочками, где спрятан этот самый сыр, но с медом, сметаной и луком-пореем. И даже если кто-то не особенно любит все эти черноморские деликатесы, а хочет просто пообедать, то нет ничего вкуснее черноморской ухи, типа буябес, с легкой анисовой ноткой, гренками и соусом айоли, из чеснока и оливкового масла. Из мяса на второе нужно выбирать крымского ягненка с соусом розмарин, а на десерт – крем-брюле с инжиром. И его приготовил шеф лично, потому карамельная корочка ломается, как апрельский лед, и хрустит на зубах, словно конфетка. Кстати, шеф очень гордится тем, что инжир в крем-брюле крымский, а сам полуостров не менее богат, чем Италия. В Крыму созревают и маслины, и каперсы, и вообще надо уметь гордиться своей кухней и всячески ее продвигать, чем, собственно, и занимается новый ресторан «Баркас». Почему французы, живя во Франции, не продвигают другую кухню, а не продвигают французскую кухню? Почему мы живем на Украине и должны продвигать итальянскую кухню? Объясните мне. Для какой цели? Если мы живем на Украине, у нас вот сколько земли и сколько простор, чтобы готовить это все. Начиная от Карпата. И море есть. Горы есть. У нас все есть. Поля есть. У нас здесь почта. Мы должны, Украина должна продвигать украинскую кухню, да? Итальянцы должны продвигать итальянскую кухню, потому что лучше итальянца, итальянскую никто не приготовит. То же самое и в Украине, что лучше украинца никто не приготовит зеленый бой, красный бой, да, допустим, тот же сам. Никто лучше одессита не приготовит тот же форшмак. Тех же татар, те же чебуреки. Я считаю, что мы должны гордиться нашей кухней и должны ее продвигать. Вот и все. Я за это. Субтитры создавал DimaTorzok